Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории и в данной программе поговорим об отроке Иисусе в Иерусалимском храме, опираясь на текст Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 40 по 52. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была в нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Повествуя о дальнейшем развитии Иоанна Крестителя, евангелист Лука приводит такую характеристику. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Младенец возрастал телесно и укреплялся духом, то есть приобретал тот твердый характер, какой он обнаружил впоследствии при наступлении часа, определенного ему Богом для проповеди. Слова данного отрывка уникальны. Ведь никто из авторов Нового Завета ничего не рассказывает об Иисусе Христе со времени его рождения и до выхода на проповедь. И только у Луки есть эпизод, повествующий об одном случае из жизни 12-летнего отрока Иисуса. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Начало этого стиха является буквальным повторением того, что сказано об Иоанне Крестителе в 80-м стихе 1-й главы. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Младенец Иоанн возрастал телесно и укреплялся духом. То есть приобретал тот твердый характер, какой он обнаружил впоследствии при наступлении часа, определенного ему Богом для проповеди. Такое же значение вкладывает Лука, говоря и об Иисусе. Речь здесь идет о развитии ума, сердца и воли Бога-младенца. Постепенно он усваивал свойства и навыки истинного израильского благочестия, что и обозначалось у евреев словом «премудрость». Слова этого стиха подготавливают следующий эпизод о нахождении отрока Иисуса в храме. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. По закону Моисея все евреи мужского пола обязаны были три раза в год являться на место, которое изверет Господь Бог на праздники – Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Впоследствии местным этим стал и Иерусалим. Особенно же строго соблюдалась обязанность путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи. Женщины и дети не были обязаны совершать паломнические путешествия, и то, что святое семейство каждый год отправилось в Иерусалим на Пасху, говорило об их особом благочестии. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Обычаем было установлено, что мальчики должны были ходить в Иерусалим на праздники, начиная с 12-летнего возраста, так как с этого возраста они становились членами израильского общества, обязывались верно исполнять предписание закона и получали звание сынов закона. На праздник Пасхи приходило в Иерусалим, по слову Иосифа Флавия, по крайней мере 2 миллиона евреев. Празднование продолжалось 8 дней, по прошествии которых богомольцы возвращались по домам. Когда пришло время отправляться в обратный путь, Иисус задержался в городе. «Выходя из Иерусалима по окончании праздничных дней и не видя около себя Иисуса, Иосиф и Мария, вероятно, полагали, что он идет с родственниками, возвращающимися в тот же Назарет, куда шли они. Но, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». На протяжении всего праздника Пасхи представители Синедриона обычно собирались открыто во дворе храма, обсуждая богословские вопросы в присутствии всех интересующихся. Причем слушатели сидели на полу у ног учителей. Известно, что метод обучения был таким. Ученики задавали вопросы на темы закона, а учителя на них отвечали. И, конечно, окружавшая учителей толпа изумлялась тому, какие умные и глубокие вопросы Иисус задавал и как блестяще отвечал сам. Их поражало, что он прекрасно знал закон, хотя и не прошел многолетнего обучения. Родители были поражены. В то время, когда сами они волновались, безусловно, занимаясь его поисками, мальчик был всецело поглощен другим делом. На исполненные волнения слова Девы Марии Господь мудро отвечает, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Именно в этих словах мы видим высокую степень самосознания и понимания своей миссии спасителем. Он – Сын Божий, осознающий неразрывную связь со своим Отцом. С одной стороны, Он должен проявлять послушание по отношению к Своим земным родителям, а с другой – Он все больше и больше отдает Себе отчет в Своей миссии, исполнение которой заставит Его покинуть родной дом и полностью посвятить Себя Богу. В то же время, чувствуя, что Его время полностью посвятить Себя Богу еще не настало, вернувшись в Назарет, Он в дальнейшем вел Себя послушно, повинуясь во всем воле родителей. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Такими словами, почти полностью повторяющими повествование об Иоанне, Лука завершает рассказ о детских годах Иисуса. Иисус растет, все больше заслуживая любовь у Бога и людей, и Его послушание велико. В течение многих лет Он остается безвестным в крохотном галерейском городке, занимаясь повседневными, обыденными делами. Последующие 18 лет жизни нашего Спасителя остаются за пределами страниц Священного Писания. Возможно, потому что они не имеют столь важного значения, в отличие от времени общественного служения Иисуса Христа, которое предваряло проповедь Его предтечи, последнего ветхозаветного и первого новозаветного пророка Иоанна Крестителя, о котором пойдет речь в нашей следующей программе Великопостного цикла. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя упова, спаси меня от всех гонящих меня, избави меня. Субтитры создавал DimaTorzok